Мы находимся в одном из афонских монастырей, который датируется X веком. И тут, где мы находимся, это третье место базирования монастыря. Есть надпись в храме на колонии «1118 год, впервые пели в храме». Но это третье место базирования монастыря, напоминаю, это важно. И монастырь был построен, он был Никольским, всегда был основан учеником Афанасия Афонского и Ефимием, преподобным Ефимием, который был келорем в лавре Афанасия. Дахио – это кладовка, Дахиар – это эконом, поэтому монастырь носит это имя, потому что был основан Дахиаром Великой Лавры, Ефимием. Он был основан в другом месте. Монастырь был разрушен пиратами, и затем монахи убежали в гор, базировались на другом месте, и через еще какое-то время, то есть от основания монастыря прошло больше 100 лет, когда монастырь основался на этом месте, на месте разрушенного, старого, древнего монастыря VIII века, монастыря Святых Архангелов. До того, как он стал Архангельским, это произошло в XII веке, это мы отдельно сделаем стрим, он назывался Никольским. Но когда был построен храм здесь, произошло чудо, после которого монастырь стал называться Архангельским. Сейчас мы перенесемся с вами... Необходимо сказать, что Афон в Византийская империя, Константинополь, столица Византийской империи, пал в 1453 году. И воцарилась так называемая Османская империя. И в 1000... Но Афон и Салоники пали раньше, в 1430 году. После этого Афон подпадает под власть турок и находятся под их владычеством разные периоды, разные правители, разные налоги, разные дань, которые необходимо было монастырям платить. В 1664 году монастырь Дахиар обратился к турецкому правительству о сокращении налогов. В ответ на это неизвестно в каком количестве, но турки напали на монастырь. Вследствие чего монахи покинули монастырь на какое-то непродолжительное время. И вот на боковом входе, здесь на двери, есть такая выцарапанная надпись. Вот вы ее сейчас видите. Здесь следующий текст. 1664 год, октября 5, пришли турки и мы ушли. Через некоторое время, там месяц, наверное, неизвестно через который, но очень быстро братья вернулись в монастырь. Неизвестно, как эта история закончилась. Но братья вернулась в монастырь и произошло, вероятно, в ноябре чудо от одной из икон монастыря. Сейчас отправляемся к ней. Сейчас мы находимся в коридоре в открытом. Справа у нас вход в центральный храм, центральный вход. слева у нас вход кикония скоропослушница и вход в трапезу. До трапезы у нас еще один коридор. Вот этот коридор. Такая галерея. Она была открытой. Справа, слева вот здесь более открытые проемы в 16-17 веке. Сейчас мы пойдем немножечко дальше, чтобы с вами увидеть, где находился именно тот коридор, где находится скоропослушница. Это иконы скоропослушницы. Это одна самая главная святыня, реликвия монастыря Дехиар. Вот здесь видите окошко и внизу под окошком у нас видно, что был дверной проем, который с течением времени впоследствии был заложен, было сделано окно и проход был закрыт. Здесь мы видим ступенечки, которые спускаются вниз. Они спускаются здесь две версии или они спускаются в подсобные помещения, но еще есть версия, что в то время, когда произошло чудо от скоропослушницы, а чудо от скоропослушницы произошло непосредственно после вот этого исторического случая, когда турки напали на монастырь и когда осталась надпись и чудо от иконы произошло в свидетельство того, Богородица дала таким образом о себе знать, что она с братьями, чтобы они ничего не боялись, что она не покидает монастырь, что она здесь присутствует. Из две версии или монах Нил ходил в варочный цех, который еще оставался внизу, не был перенесен наверх, как сейчас у нас вот справа это варочный цех, или он спускался в особное помещение. Но в любом случае он был вынужден сюда спускаться, он ходил именно вниз, спускался, затем поднимался, проходил в эту дверь, проходил через вот этот коридор, там, где лампада горит, мы видим, там находится икона скоропослушницы. Он проходил через этот коридор и через этот коридор он попадал в главное помещение трапезной, в столовую. по-нашему. Мы теперь идем к самой иконе скоропослушницы. Возвращаемся в центральный коридор, заходим сюда. Вот так сейчас тоже сюда все идут трапезные. Вот здесь справа, где вы видите фрески на стенах, здесь тоже была открытая была галерея. Там тоже снаружи видно, что ее закрыли потом, позже. здесь тоже было открытое пространство. Здесь вот ставят свечечки в скоропослушницы. Теперь прямо у нас прямо вход в трапезную. слева храм скоропослушницы маленький, мы туда зайдем позже, который был построен в 1744 году. чудо от иконы было в 1664 году. Здесь впоследствии, где произошло чудо от иконы, значит, дверь, как я сказал, была заложена, было сделано такое, здесь такое ограждение, такие врата. Мы сейчас заходим непосредственно в скоропослушницу. Послушайте, пристально выводите, спаси нас. Чтобы попасть в трапезную монастыря Дхиар, необходимо было, как я уже говорил, пройти по коридору, стены которого украшены фресками. Перед дверями трапезы с правой стороны находилась и находится фреска с изображением Богородицы. В то время, когда она была написана, а на самой иконе здесь есть надпись слева, она так же, как на Ризе, где написано «Врефократуса», «Младенца держащая», «И пир Кратуса», «И огонь держащая», «И чудо», «Что держит и не сгорает». И дальше есть такая надпись, что икона была написана, когда была отстроена церковь в Дхиаре. И это 1563 год. Весь базовый вид монастыря, базовый, это 1563 год. И вероятно, что в 1563 году, когда была написана сама икона, что эта икона прямо находилась, возможно, даже не столько в коридоре, сколько на улице, потому что открытое пространство было, находилось вот в этом коридорчике, но это было открытое пространство улицы и было написано снаружи трапезной, на наружной стороне трапезной столовой. С давних времен, для того, чтобы монах-повар успел приготовить пищу для отцов, которые возвращались после службы, ему приходилось работать в предрассветной темноте. Освещением ему служили лучины или факелы. Вплоть до последних лет в этом монастыре, даже совсем недавно, лет 30 назад, повар готовил при свете масляной лампы. Это было в 1980 году, когда Геронда Григорий, многим известный, пришел в этот монастырь. Разумеется, от лучин было много копоти. Из-за этого повар, его звали монах Нил, постоянно проходил с лучиной мимо иконы Богородицы, потому что он все время бегал вниз. Ему необходимо было спускаться то ли в варочный цех, то ли в подсобное помещение. И дым от лучины или от свечи, который он устанавливал здесь в этом коридоре, он коптил икону. И он здесь однажды, в очередной раз, проходя мимо, он услышал голос женский, который говорил «Монах, не черни мой лик». Он не поверил, что это голос Богородицы, ему показалось, что его разыгрывает. Тогда, после третьего предупреждения, Богородица добавила «За это нечестие ты ослепнешь». Когда это предсказание сбылось, монах Нил пришел в чувство и попросил братья, которого нашла его здесь, прямо где мы находимся, в этом коридоре, лежащим и слепым, попросил братья поставить себе скамеечку перед иконой, чтобы здесь молиться. И он сказал, что не уйдет с этого места, пока Богородица его не простит, не подаст ему какой-то знак. Спустя недолгое время он снова услышал знакомый ему голос, который вернул ему зрение с такими словами. «Монах, я вняла твоим молитвам, отныне ты прощен и будешь видеть вновь. Объяви всем братьям монастыря, что я Матерь Богослова и вместе с Ним, с Крестом, для этой обители архангелов и святителя Николая являюсь покровом и предстательством. Отныне пускай прибегают ко мне при любой ночь я быстро услышу всех с благоговением искренне прибегающих, потому что скоропослушницей именуюсь». После этого икону стали называть «Скоропослушница». у Герна Григория есть прекрасные слова покойного. «Скоропослушница». Конечно, это название некоторым ученым кажется странным, но предание от этого не перестает быть подлинным. Если сама Богородица пожелала назваться таким утешительным именем скоропослушницей, то кто эти ученые со своим рационализмом, что сомневаются в истинности ее слов? Поэтому прошу вас называйте ее без сомнения скоропослушницей и она действительно скоро услышит ваши молитвы. Ее представительство добудет всегда с нами. Действительно, какими несчастными мы были бы без Богородицы? В этом нас убеждает слово Нового Завета, который говорит «Много может усиленная молитва праведного». Матерь наша Богородица будь с нами в нуждах наших, в наших немощах и в наших трудностях и бурях, которые постигают нас в пучине этой жизни. Пресвятая Богородица, спаси нас. Никодим Святогорец написал молебный канон Пресвятой Богородицы Скоропослушницей. Он несколько канон написал. Один из тропарей Скоропослушницей поется так. «Яко боготочным источником невещественных дарований Твоих, чудотворною иконою Твоею Богородице обогатившися. Отсия чудес, стоки, почерпаем обильно, яко и седегема. Ты, ибо Скоропослушница, ибо Скоропослушница помощница и сизовущим Ти. Слава Твоим дарованием сепетая, слава девству Твоему, слава еже к нам Твоему неизреченному промышлению притчиста. Остеобритон, крининтон, аилон, харитон, сутин, саматургон, суикон, асеотоке, плутисандес, эктаутистон, саматон, тазроас, адлумен, да псилосос, экседем. Сигар, горго, ипикос, сигар, горго, ипикос, сбои соспелис, тонек вондан си, зоксати сис, харизма синахни, зоксати парсениасу, зоксати просимагасу, аних фраз топрония хранде. Сейчас мы переместимся в храм Скоропослушницы, который вот находится напротив. Как я говорил, справа находится вход в трапезную. Здесь находится храм Скоропослушницы. Вот этот центральный такой коридор, который ведет в трапезную от храма. Мы заходим в храм Скоропослушницы, и вот здесь, где находится сейчас вот эта икона перед вами, здесь весь год, кроме нескольких эпизодов в году, находится другая икона, с которой мы сейчас тоже сходим. То есть вот эту икону, которую сейчас в этот киот ставят, другую икону, которая здесь находится всегда, кроме времени Пасхи и кроме времени престольных праздников Скоропослушницы и Архангелов. Этот храм Скоропослушницы был построен до 1744 года, где-то вскоре после чуда. Он совсем небольшой, но достаточно высокий. И мы знаем, что он был расписан уже в 1744 году. Это роспись 1744 года. О чем свидетельствует вот эта надпись над дверью входа в храм с внутренней стороны, где гласится о том, что храм был расписан в 1744 году. То есть запоминаем, сюда после Фомяного воскресенья перенесут икону Скоропослушницы из храма. То есть ее перенесли в храм в Субботу Великую. Здесь находится уникальная такая фиксация двери. Работает она крайне просто. Здесь горят несколько неугасаемых лампад, неусыпаемых. Так, сейчас мы здесь Делаем то, что Представим, Владычица, Скоропослушница, прости и помилуй нас, грешных. Мне нравится петь перед любой иконой Богородицы тропарь Печаевской иконе, в котором выражен, в котором много смыслов, которые касаются любой из икон Пресвятой Богородицы. Пресвятая Твоею иконою Владычице, молящиеся исцелений сподобляются, веры истинные опознавания приемлют, и огорянское нашествие отражают. Тем же и нам, к Тебе прибегающим грехов оставления и спроси помыслами благочестия сердца наше просвети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших. Радуйся радости на ваша покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Радуйся Владычице милостивая о нас пред Богом заступнице. Радуйся Владычице милостивая о нас пред Богом заступнице. Справа от этой иконы находится маленькая икона Пресвятой Богородицы Скоропослушницы с которой до недавнего времени совершались все крестные хода в монастыре. Сама икона оригинал Скоропослушницы это фреска это настенное изображение. Затем произошла в монастыре следующая история. когда братья нынешняя монастыря Дахиар во главе с игуменом Григорием пришла в этот монастырь то они спрашивали у старых монахов афонов с какого времени икона в таком виде а была она немножечко в другом виде из другой ризы чем вы сейчас видите и все они отвечали еще с ктиторских времен с ктиторских это было непонятно потому что некоторые датируют икону 11 века некоторые вот говорят что 1563 год но возможно что она была написана и в 12 веке но затем обновлена в 1563 году от влаги лик Богородицы начал белеть и мутнеть тогда Геронда Григорий приз напоминаемый попросил археологическую службу чтобы разобраться что происходит перед началом работ специалисты сделали несколько точных копий тех частей иконы которые не были скрыты ризой лики и руки чтобы если вдруг фреска осыплется когда будут снимать ризу чтобы можно было потом восстановить когда же сняли серебряную позолоченную ризу то увидели что вот эта икона которую вы сейчас видите что она закрыта другой иконой которая написана на ткани по-гречески это мусама на холсте и этим холстом гвоздиками закрыта вся икона которую вы видите сейчас и более того лики спасителя и богородицы не просто как часть холста они вырезаны немножечко смещены и приклеены крепко подняли документы которые были в монастыре исторические записи какие-то монастыря и обнаружили следующую вещь более того вся вот эта риза вся эта мусама холст он был тоже волнистый и тоже находился в очень плачевном состоянии и не знали специалисты сам холст сняли под холстом была фреска в очень плохом состоянии во многих местах были отслоения были пустоты были отслоения штукатурки даже но реставраторам удалось все закрепить самая главная задача стояла в том чтобы снять лики которые были приклеены скальпелями очень медленно осторожно отделили приклеенные лики с ткани которые были вырезаны с этой с холста и немножечко смещены и удалось аккурат так снять что сохранились лики как минимум 1563 года оригинальные лики скоропослушницы которые вы видите перед собой тот холст перенесли на доску более того интересно что сделали когда реставрация закончилась отреставрировали и фреску которую вы видите и холст и никому не сообщая монастырь был закрыт на 20 дней никому не говоря из посторонних и даже братья не показывая все что происходит открыли торжественно поставили также эту икону перенесли на дерево холст и закрыли эту икону фреску которую вы видите и открыли торжественно открыли торжественно на праздник на праздник скоропослушницы на панигер открыли сняли и получилось так две иконы две иконы из той иконы которую с тем холстом который принесли на доску и ту ризу которая закрывала эту икону а риза которую вы видите сейчас она была сделана уже после 1997 года после этого случая и ту ризу перенесли также на доску с тем холстом подняли документы и что выяснили выяснили следующую деталь как появилось как появился этот холст вот первая риза к скоропослушнице есть историческая запись в монастыре была сделана в 1770 году и даже известно имя человека Кириллс Хиллос он сделал резное серебряное обрамление когда началась греческая революция в 1821 году здесь в северной части Греции было организовано восстание в котором приняли участие некоторые святогорцы афаниты султан послал сюда в эту часть Греции очень опытного в военном деле пашу и в северной части восстание подавили афонские монахи собрали делегацию из 10-20 человек и послали к паше сказать что мы будем законопослушны в революции не участвовали и остав нас жить в мире паша паша этих монахов эту делегацию закрыл в тюрьме в так называемой белой башне очень известной башне в Салониках а сюда прислал трехтысячный гарнизон 3000 военных и это единственный случай за всю оккупацию Турции и Греции за все время Османской империи когда турки пришли непосредственно на афон в таком количестве и как бы оккупировали афон этот гарнизон с 3000 человек разделился на небольшие группы по 30-50 человек и распределился по всем монастырям и скитам еще раз напоминаю 1821 год военные стали требовать от монахов чтобы те их кормили поили обеспечивали их нужды многие монастырии были вынуждены отдать вообще все что у них было чтобы спасти хоть какие-то святыни многие монахи убегались вместе с ними в Южную Грецию которая в то время была уже освобождена от турок братья монастыря Дехиар взяли старые ктиторские лампады 11 века мощевики все серебряное что было ценного у них и также насколько известно взяли ту ризу 1770 года были вынуждены все это переплавить и отдать по 6 чтобы откупиться чтобы заплатить дань иначе их ждали очень суровые какие-то наказания тогда и была утеряна первая риза скоропослушницы турки пробыли на Афоне 9 лет 9-10 в 1831 году они внезапно ушли без сражений без объяснений необходимо сказать что в Виверском монастыре было чудо что перед уходом турок видели во дворе Богородицу метущую метлой двор отцы события ухода турок восприняли как чудо Пресвятой Богородицы и в неделю Афоме это произошло вот буквально через несколько дней будет праздник этот в неделю Афоме и с тех пор ежегодно Афонов в Афоминов воскресенье чествует освобождение Афона от турок Тогда было решено чтобы монастырь каждый сделал что-то для своих щимых икон Кто-то ризы новые изготовил кто-то еще как-то украсил Дахиар же был беден ничего драгоценного не мог себе позволить ни оклада ни лампады Тогда монахи решили поновить икону так как образ был сильно потемневший в реставрации в то время не существовало скипидарчика насколько знаем не было иконы темнели почему новые слои появлялись потому что не могли не умели снимать старые слои которые были покрыты копотью и так далее но монахи здесь не стали писать по иконе они поступили более грамотно и они вот в 1831 году заказали икону на холсте ее написал монах-иконописец вероятно монах-иконописец возможно этого монастыря Никифор написал на холсте копию чудотворной иконы и этим холстом гвоздиками закрепили на фреске по периметру не трогая сам оригинал в принципе очень грамотно необходимо учитывать что это еще время где-то у нас чуть раньше в России в Украине в Грузии все это было под влиянием скажем так никто не ценил археологию не ценили роспись 11 века во многих храмах в то же время приблизительно чуть раньше чуть позже были многие фрески покрыты новыми росписями здесь поступили более грамотно и этот холст находился на своем месте до уже упомянутого 1878 года когда некий русский купец по имени Соколов для иконы пожертвовал серебряную позолоченную ризу очень тонкой работы которую мы увидим чуть позже и запись об этом хранится в ктиторских книгах обители когда драгоценный оклад доставили в обитель они снимали мерки естественно перед этим оказалось что изображение на холсте чуть-чуть не совпадает с прорезями и тогда из холста части которые не совпадают лики Богородицы и Спасителя были вырезаны и немножечко там на полсантиметра ну совсем немножечко были чуть-чуть смещены и приклеили на фреску так чтобы соответствовать ризе то есть это смещение даже не сразу было заметно когда сняли ризу в 1997 году эта история совершенно забылась и о существовании холста монахи узнали в 1997 году когда была произведена можно сказать первая реставрация иконы в ее истории этот холст был перенесен как я уже говорил на доску из старинной ризой этого купца Соколова 1878 года эта икона была установлена в киоте в отдельном храме который мы сейчас видели в храме скоропослушницы который находит напротив этой комнаты где мы сейчас находимся именно ту икону которая на холсте братья с ней совершают крестные хода и в периоды Пасхи и престольных праздников переносит в центральный храм куда мы сейчас отправимся и увидим как выглядела икона на протяжении более 100 лет как ее воспринимали поэтому многие литографии с 1880 по 1990 все литографии скоропослушницы именно такие как мы сейчас увидим мы уходим с этого места и переходим в центральный храм Христос воскресе из мертвых смерти и смерть поправ и сущим ограбел живот даровал ангел вопияше благодатней чистая дева радуйся и пакереку радуйся твой сын воскресе тридневен от гроба и мертвые воздвигнули люди веселитесь светися светися новый Иерусалиме слава Бога Господня на тебе воссия ликой ныне и веселись о сионе ты же чистая красуйся Богородице о восстании Рождества твоего о так понимаю наверное нужно было отключить комментарии хотя я не знаю они потом удаляются или нет если оставить эту экскурсию в этом они сохранятся или нет так мы перемещаемся в центральный храм пресеатая Богородица спасибо обреже Многим людям будет приятно посмотреть эфир Я не знаю, я сохранил эфир или не знаю Посмотрим Многие люди вчера были оповещены о том, что будет эфир Правильно? Правильно Почему они не вошли в это время? Потому что многим православным присуще все делать быстро Схватить свой кусок пирога и бежать То есть писать имена, не прочитав объявления вверху Как пишутся имена, количество, какими буквами Все быстренько написать и побежать Скопировать их А не написать, как просьба есть Поэтому Есть у православных такая склонность, скажем так Поэтому не знаю, сохранил эфир или нет Все привыкли, что все сохранено Но мы потом посмотрим Поэтому, кажется, нужно подумать над этим вопросом Как и с фильмом нашим «Где ты Адам» А дайте выставьте в YouTube, мы посмотрим Это притвор храма Я понимаю, что многие работают, а многие не работают Это притвор храма Здесь есть гроб епископа Феофана С Молдавлахи Который в 1563 году участвовал в реставрации этого монастыря В 1563 году был реставрирован в 1563 году В основном надел деньги правители Молдавлахи Царей Молдавлахи Здесь нас встречает икона архангелов Вход в храм И крест, который всегда здесь стоит А вот здесь боковой вход Где на косяке двери есть надпись Потому что мы ушли, потому что пришли турки И напоминаю, что чудо от иконы Было именно связано с этим событием И Богородица этим событием засвидетельствовала О своем присутствии в монастыре О своем присутствии в монастыре Мы заходим в храм центральный Это у нас был маленький притвор Это так называемый Литий Роспись в храме 1550 года Здесь тоже эти лампады, которые горят Они неусыпаемые Дмитрий Георгий Притеча Такие чтимые иконы монастыря Есть такой фильм Называется Экскурсия по монастырю Дахиара Называется, вроде бы, белорусы сняли Это тоже известная икона Геронда рассказывает про некоторые эти иконы И надо поставить это в группу Геронда рассказывает про эти иконы Про скоропослушницу Геронда Григорий Мы заходим в центральный храм Вот здесь так называемая эпитафия Вот сюда они ложат В этот так называемый гроб Сюда они ложат саму плащаницу Субботу Великую Здесь нас встречает Спаситель Везде иконы Архангелов Потому что монастырь Архангельский Почему Архангельский? Мы сделаем стрим Может быть, даже завтра Посмотрим Надо делать пока Светлая Седмица Здесь нас встречает иконостас Перед нами Это уже третий иконостас В истории монастыря К сожалению, он высокий Первый иконостас был очень низкий Но все это влияние эпохи Влияние времени Влияние культуры того времени Восемнадцатого века Когда был поставлен этот иконостас А вверху мы видим над иконостасом Прекрасное, прекрасное изображение Весь храм это роспиас Себя напоминает 1563 год А вверху над иконостасом Мы встречаем Платитеру Богородицу Богородицу с предстоящими Архангелами По сторонам Справа мы видим Икону храмовую Архангелов Небесных воин Стархистратизий Молим вас приз Но мы недостойнее Да вашими молитвами Оградите нас Кровом крыл Невещественные Богородицу с предстоящими Ваши славы Припадающих неприлежно И вопиющих От бед избавовительны И окочина начальницы Вышних сил Здесь вносится икона Праздника В данном случае Воскресения Христова Здесь нет никаких клиросов Здесь Нет никаких центральных аналоев Вот так называемый Левый клирос Тут игуменское место Здесь трон Когда епископ служит На праздничных службах Или игумен здесь стоит Во время особых Больших праздников В этом троне Стоят только у мантий Слева Левый клир Здесь Поет вся братья Которая хочет петь Даже не которая умеет Которая хочет В Дахиаре Я впервые в своей жизни Увидел Что никто никому Не запрещает петь Кто бы ни подошел И как бы ни пел Я не знаю Сколько надо терпения И сил Чтобы это терпеть Когда подходят люди Которые неспособны И поют Купол храма Потрясающий Там красивые такие Архангелы Это самый высокий храм Из древних храмов Потому что был построен Храм в Ксенофонте В Андреевском ските Но из древних храмов Афона 16 века 17 Это самый высокий храм Ну и вот мы Значит смотрите Слева здесь Святителя Николая Икона Потому что монастырь Никольский Был изначально Святитель Ирочи Николая Любовь о нас Правила веры И образ кротости Воздержания Учителя Я витя Стаду Твоему Я же Вещей Истинно Сего ради Сержал Иси Смирением Высокая Нищетою Богатая Отче Священно Начальниче Николое Моли Христа Бога Спастись Ну и здесь Вот икона Которой мы говорили Которую Перенесли С храма Скоропослушницы Где Она Всегда Целый Весь год Находится И икону Скоропослушницы Все Паломники Начиная С 1878 Года Когда была Привезена Это Риза С России Купцом Соколовым Богатейшая Риза Все Иконы Скоропослушницы Знали Так Потому что В данном Случае Мы видим Этот холст 1831 Года Который Был Перенесен На доску И вместе С киотом Риза В 1997 Году Эта Икона Была Вместе С Ризой Как бы Торжественно Открыта Эта Икона Была Открыта Открыта Та Икона Фреска Для той Фрески Сделали Другую Ризу Таким Образом В Тахиаре Появилось Две Скоропослушницы Братья Монастыря Не проводят Никакого Различия Между Этими Иконами У них Это Одна Икона Одна История Одна Скажем Так Олоклире История Цельная История Цельная Насыщенная Полная На самом деле Потрясающая Риза Сделана Насколько Вам Видно Но Это И Хорошо Здесь Мы Уже Видим Немножечко Другой Даже Стиль Письма Свойственный Той Эпохе Начала 19 Века Уже Присутствует Некоторая Барокко Ну Если Есть Специалисты Они Тут Слышать Им Виднее Так Что Я Вам Еще Забыл Рассказать Радуйся Владычица Милостивая Она С Пред Богом Заступница Поют В Украине Только В Густинском Монастыре Возле Города Прилуки Где Игубиня Матушка Вера И Не знаю В 95 Году Наверное Я Вместе С хором Мы приезжали К ним Несколько Распеть И Выучил Это Радуйся Радуйся Владычице Милостивая Она С Пред Богом Заступнице Радуйся Владычице Милостивая Она С Пред Богом Заступнице Радуйся Владычице Милостивая У нас Пред Богом Заступнице Ну что Напоминаю вам Дорогие Друзья О том Что В 1664 Году Когда Произошло Чудо От Скоропослушницы На помощь Монахам Которые Бежали Перед чудом Скоропослушницы Из монастыря Из-за Боязни Перед турками Им на помощь Пришел Не человек Не какая-то Помощь От Властителя Эмира Но пришла Помощь От той Которая Честнее Херувимов Славнее Бесравнение Серафимов От Заступницы Человеческого Рода И нашей Общей Мамы Пресвятой Богородицы Присла Помощь На смысле Что она Напомнила Им Что она Все Видит Все Наблюдает Все Контролирует Все Что с ними Происходит Святая Богородица Спасибо Еще Вам Несколько Слов Скажу И Будем Наверное Прощаться С вами На сегодня Я смотрю И Это празднование На наш покров Было Перенесено Буквально Сто лет На тому назад Было Принято Решение Принести Празднование Скоропослушницы На праздник Нашего покрова С чем это Было Связано В 18 году Было Решение Принято Было Связано С тем Что Ну Почему Праздник Скоропослушницы Праздновается 22 ноября Или Правильно Сказать 9 ноября Потому что 22 ноября Это Перечисление На Григорианский Календарь По Юлианскому Календарю Это 9 октября Но чтобы не путаться Будем сейчас По-грегорианскому Называть 22 ноября И у нас И в России И в Сербии Везде празднуется 22 ноября В Румынии В самом монастыре Было принесено Праздник На праздник Скоропослушницы Было принято На праздник Покрова В связи с тем Что было Очень много Паломников Приходило в монастырь Который не мог Вместить желающих В самом русском монастыре Насчитывалось Несколько тысяч Монахов Которые также Приходили на праздник Связанный с праздником Богородицы И таким образом Как бы Часть паломников Ехала В Пантелеймонов На праздник Покрова Таким образом Разделили Такое Как бы сделали Такое Разделение Как бы Рассредоточение Паломников Но Еще для того Основная цель Стояла Чтобы выделить Праздник Скоропослушницы Отдельно Большим празднованием Потому что На сам праздник Архангелов Служба длится Часов 20 Долго Ну 18 И два праздника Подряд Невозможно Так совершать Более того Богородица Как бы Как покровительница Праздновалась На следующий день После престольного Праздника В связи с тем Что она Что она Тоже Ктитра Этого Монастыря Что Такое Празднование На следующий день После праздника Это Вот как После дня Рождения У нас Так называемые Соборы Есть После Архангелов После Благовещения Например На следующий день Собор Архангела Гавриила После Рождества После Рождества Христова – Собор Пресвятой Богородицы. После Рождества Пресвятой Богородицы – Собор Иакима и Анны. То есть празднование тех персоналей, которые связаны с самим праздником, с центральной частью праздника, с центральным именем праздника. Также на престольные праздники в любом Афонском монастыре на следующий день празднуется память ктиитров. Тогда же и праздновалась память Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, иконы. Но была принесена наш покров, а сейчас на следующий день осталась память только ктиитров. Служится поминальная служба. А сам праздник Скоропослушницы в Дахиаре, как я напоминаю, 14 октября по Григорианскому календарю совершается. Также торжественная служба, как и на сам престольный праздник, которая имеет продолжительность часов 16 до 18, общая продолжительность всех служб. Так, и, дорогие друзья, еще вам хочу сказать, что хочу вам напомнить, что имена, которые вы пишете, пишите на стене за главными буквами. Прошу не писать много. И хочу вам напомнить о том, что их необходимо именно писать. Будьте внимательны, старайтесь уважать чужое пространство в том смысле, что не спешите писать, а ознакомьтесь сначала с какими-то правилами, которые есть, которые прямо в самом названии у нас этой группы пришлось написать заглавными буквами. Написать там 20 имен. Потом есть там еще такая инструкция, как писать желательно имена. Желательно сначала писать имя, а потом титулы, там, болящий, отрок, должность и так далее. Сначала имя идет. Так намного удобней. Так намного удобней всех упоминать, вас всех упоминать. Еще вам, дорогие друзья, что хочу сказать. Сегодня есть такое событие печальное. Сегодня похороны отца Александра Агейкина, настоятеля Илоховского собора, который много лет служил диаконом, патриаршем в Храме Христа Спасителя, которого многие в России знают. Сегодня такая печальная история, что похороны будут совершаться только одним священником. Никто не имеет права присутствовать на похоронах. Это запрещено из-за пандемии и так далее, из-за безопасности. И даже супруга отца Александра не будет присутствовать на похоронах. По крайней мере, такая информация вроде бы была от его мамы вчера в Фейсбуке о том, что его супруга также болеет, и она не будет на похоронах. И младшая дочь его также болеет. Поэтому прошу всех помянуть о упокоении отца Александра Агейкина, который оставил добрый след во многих людях своим служением. Своим голосом и хор организовал в Илуховском соборе, и библиотеку организовал в другом храме, где он был настоятелем. И был человек, который трогал многие человеческие сердца. Вечная память, вечная память, вечная ему память. Христос, анестиек некром, санагато, санатон патисас, Катис эндис мнимаси заим, харисаме нос. Христос, аще его гроб снишел, и си, и бессмертне, Но адову разрушил, и си силу, и воскресл, и си, Яко победитель Христе Божий. Жена мироносица, вмещавый радуйтесь, И твоим апостолом Мигердагоруяй, Погодшим подаягой воскресенье. Христос воскресе! Всем с Богом! Следующий стрим будет про источник Архангела Михаила, про колодец, который находится в монастыре. И, надеюсь, завтра в это же время, не знаю точно ли, напишу вечером, точно ли в это время. И про чудо от Архангелов. Почему у нас ты все-таки стал называться Архангельским? Христос воскресе! С Богом! Просим информационной поддержки, Особенно, если кто есть в контактах. Здесь и ссылка на нашей группе, и ссылка, и просьба, особенно в контактах, нас немножечко давать о нас знать, делиться нашей страницей. Всем с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...